Модель из клейни и из грунтового. Для дальнейшего нам понадобится аэрограф. В качестве базового цвета я выбрал темно-красный. В качестве второго слоя более светлый красный использую. Светло-коричневым рисуем кожаные перчатки и элементы издежды. Светло-сиреным наносим рассветление на наши черные сумочки. Проливаем лица проливкой. Телесным цветом работаем над лицами. Тем же цветом кисточки наносим высветление на лица. Еще более светлым оттенком наносим второй слое высветление на кровь. Черной проливкой создаем тени вокруг элементов. Розовым подводим брони на броню. Делаем и расставляем экстремальные блики на броне. Наносим бронзовый цвет на элементы грани. Темно-коричневым красим благо. Синий-серым рисуем на бляске ручек топоров. Смесью рыжего и темно-коричневого высветляю барабан. Смесью коричневого и серого делаем осветление барабан. Синий-серым наносим усветление на рукояти топоров. Синий-серым наносим усветление на рукояти топоров. Синий-серым наносим костяной на роганту. Ярким металликом красим топоры. Музыка. 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 Смесью белого и костяного Рисуем прожилки на рогах Второй слой на сиденье на рогах Второй слой на сиденье на сиденье на сиденье Второй слой на сиденье на сиденье на сиденье Второй слой на сиденье на сиденье Смесью сиреневого и бордового Крашу елочки, содержащие череп Тем же оттенком, чуть добавив больше красного бордового, Рисую дуба Свертосируем, рисуем глаза Этим же серым рисую зубы Черным ставлю зрачки В смесь бордового и фиолетового добавляю чуть телесного И прорисовываю второй, первый слой высветления губ Добавляем в этот оттенок белосерого и высветляем елочку, Удерживаю череп Фиолетовым крашу рукава Время для щитов А коричневого крашу дерево Смесью коричневого и светлого наносим слой высветления на дерево Смесью коричневого и серого высветляем доски на щитах Красим красной краской рукавицы на щитах Наносим бронзу на металлические части Темно-коричневый Добавляем немножко воды И прокрашиваем брючки Наносим светло-коричневый на кожаную часть перчаток Смесью сиреневого и серого высветляем элементы одежды Стекло-коричневого и серого высветляем Металлические части перчатка Черной проливкой проливаем все кожаные элементы на перчатых и заспетах. Зеленой проливкой наносим патиум на бронзовые детали. Проливкой тонируем металлики. Так я покрасил гномов и собрал их. Теперь осталось установить их на базы. Я использую базы, лавовые базы, которые также можно приобрести в Russian Alternative. Выполнял их я для них, так что отвечаю за качество. Сейчас я сниму гномов с временных баз и приклею их сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...